Что такое зона разыкованного землеробства, господарки в области ведут добро. От недохопа в Вильгаде, эмоционных суховей, до протяглых дождей и буйных потоплений. Наступство непродказального климата больше за все отшивается на Полесе. С оправданным выпробованием, натрывалости нервов и техники, все летнее жниво стало для товариства Парахонское. От полеглиц избоживых только озимых посеву потерпело больше за 90%. Мы готовы ко всем природным катаклизмам, но этот год он просто неординарный. Такой полеглиц у нас еще не было. Очень рано легли посевы. Их приложило до самой земли. Да и дожди были в этом году такие локальные, но настолько плотные, что посевы не выдержим. А в целом потенциала у нас хватает. Даже вот в таких условиях мы убираем где-то порядка 10-11 гектаров на комбайн. Это 40-45 тонн они молотят. Полеглица на полях назирается бодай, что у кожной господарцы Пинщины. Яя покажчику в середнем по районе складает 20%. Як выглядают в поле, где колоси небыто спод катка добра бачного уручащей сова. Уборку на торфяниках покуль не починают, шакают колеса и дивильгать. На соседнем участку колоси так само на земли. А лишь не вот тут и где хлеба дозволяя. Об забеспечении потребной техники у пароходским клопотится загадя. Все лето на обновлении автопарка затратили коля 2 миллионов долларов. У вынику на полях уны комплект. 24 комбайна, жадкие подборщики. До фактора техничного додается и фактор человечи. От навыков и жаданий механизаторов собрать хлеб якосно и в термин, темп жнива и огульная вага пароходского каравая залежит не меньше. Стараемся убирать без потерь. Минимальная скорость, зерно все-таки надо же поднять, это же наш хлеб. Поднимаем полностью все. Техника сейчас более-менее усовершенствованная немного. Как бы проблем нет. Не только собрать урожай, а и заховать. За пошли задачей справляется парохонский КЗС. Йонореспублицы таки одины. За годину тут примается до 100 тонн зерня. Хороший урожай, можно сказать, не бывалый, но трудно взять. По технологии все было применено, и средства защиты, и удобрения, все в пору. Но когда началось колошение, начались бурьи, вот эти дожди, хлеба положило. Что положило раньше, там вообще колос пустой, то, что позже немножко щупли. Но что стоящее, дает урожайность до 50 центнеров. Техника самоданная, праца хлеборобов, а еще сприяльная на дворье. Формула удалого жнева працует только при наявности у всех трех складающих. Моцные липинские ливни хоть и замородили, темпы уборки, а ле на пера долине и ее экватора не поуплывали. Парохонский мён уже пройдены.